Итак, мы снова в прямом эфире, и к нам присоединился главный редактор газеты «Неделя в Саратове» Дмитрий Козенко. Здравствуйте, Дмитрий Борисович! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые зрители! Ну, в общем-то, знакомилась, конечно, с газетой, и Львина, ее часть посвящена выборам, но, тем не менее, я не могу этого сделать. Хочу у вас спросить ваше мнение, все-таки, что вы думаете о выборах и результатах, какую-то общую оценку дать? Итогом, ну, дело в том, что, смотря, давайте будем делить, да, итоги выборов в государственном доме не имеют никакого значения, абсолютно. 343 места у «Единой России» или 100 мест у «Единой России» и 300 у ЛДПР, это не имеет никакого значения, потому что Государственная Дума превратилась уже давно, уже два, по-моему, или три созыва со знаменитых грызловских слов не место для дискуссии, а место для штамповки законов, которые, в общем-то, и не думаться им придумывать. Да, мы привычно грешим, там, пакет Яровой, закон Димы Якулев, он же закон Подлецов, все же это спускалось оттуда, где-то из недр администрации, из силовых структур, как зовут, пакет Яровой. Я полагаю, что наши депутаты не способны к сознательному закону творчества. Ну, то есть, по сути, Думу уже можно было бы упразднить и сэкономить 350 раз по 500 тысяч в месяц. Нет, в принципе, эта компания обошлась государству в 10 миллиардов. Ну, и народ, в общем-то, все это понимал прекрасно, и явка была до 22, до 23, пока показывали фактическую явку, она там работала со временем 30%, 20% в Питере и 25% в Москве. Но за ночь, время, ночь, это такое время, когда растут грибы и явка избирателей. Вот, за ночь явка значительно подросла. Что касается Саратовской городской думы, изменений не произошло. Да, система выборная в Саратове выстроена так, что лишь требования законов о том, что любой представительный орган, законодательный орган не может быть однопартийным, удерживает единорусов и избирательные комиссии, которые обслуживают партию власть, от того, чтобы не сделать ее монолитной. Там 45 членов известной партии, 44 члены известной партии и бывший демократ Виктор Марков, который исправно голосует по повестке «Единой России». Ну, да, для Политеса включили несколько человек, там, по-моему, ДПР, КПРФ, возможно, и СССР, и слышали, что делал СССР в прошлом составе городской думы. Говорят, он там был. Ну, честно, ничего не вспомнили. И ЛДПР вроде бы был. Вроде бы. Коммунисты еще шемели все трое, там, Карасев и другие. Но отеческим, значит, указанием Олега Васильевича Грищенко, поздравляем его, наконец-то мы расстались. Вот, они как бы утихомировались, они шумели, но в определенных рамках. Конечно, дума будет интересна тем. Иградская. Единственное, чем интересна, это предполагаемого председательством Сергея Юрьевича Наумова. Сергей Юрьевич Наумов крупный во всех отношениях ученый, по всем параметрам. Но я лично видел, как он ведет, например, некий политический клуб. Это клуб политических экспертов. Думает несколько иной. Там будут неопределенные депутаты отставить свой интерес. Способен ли их, будет господин Наумов повести это, пусть и не буйное, но своенравное племя за собой, это вот вопрос. Это, наверное, главная загадка будущего политического сезона пятилетнего Сараты. Ну что ж, пока что время, да, опять-таки, сегодня мы очень часто повторяем эту фразу, но что поделаешь. Прочитаю вашу колонку, и вы правила Памфилу рассуждаете о том, что, несмотря на то, что она человек с таким либеральным бэкграундом, но встроившись в систему, она должна была играть еще сильнее. Как вы думаете, она проиграла этой системе, то есть она что-то пыталась делать, или не пыталась, это была все имитация деятельности? Поймите, Александр, начиналось с того, что госпожа Памфилу вмешалась, я не помню, в район, в выборы в Московской области. Выборы традиционно грязные, просто по сравнению, ну раз в четыре грязнее Саратский, хотя у нас тоже здесь частота, как на помойке. Вмешалась, она, по всей видимости, продавила уход Ирика Вильданова, это одиознейший человек, Чуров, по сравнению с ним, вот, образец честности. А потом постепенно начала сдавать позиции. И вот это заметно, значит, какой-то был переломный этап, когда она незадолго до выборов заявила о том, что неплохо было бы провести референдум о том, что явка на выборы должна быть обязательна. Вот, хотя я абсолютно не согласен, голосовать должны только те, кто понимает, что зачем они туда идут. И тут же через день, достаточно путаясь в словах, отказалась от этой своей идеи. Там это была мысль вслух, у них там характерно оправдание, в кабинетах власти об этом не думают. Извините, Центральная избирательная комиссия – это вообще самостоятельные органы, что там думают в кабинетах власти, ее не должно интересовать. Вот, а потом постепенно, потихоньку мы дошли до этих выборов. В принципе, да, выборы по уровню фальсификации обычные. Даже, может быть, в 2011 году, когда рисовали Москву, провалили всю Россию или Ядрос, и стали рисовать Москву, да, это было более нагло. Здесь вот этот цинизм, постоянный мелкий видеоролик не является свидетельством о нарушении. Прекрасно. Я буду судиться с теми, кто говорит о каруселях и вбросах. Где суд-то Митрохина, который из Яблых сказал «да, давай». Вот, и потом вот, кроме этих горьких, громких заявлений, потом еще последовала вот эта вот резкая корректировка показателей, показателей, вот ночью. Вот, я уже говорил о росте явки и так далее. Ну, народ уже сейчас не тот, его это уже как бы и не возмутило, за исключением там интернет-партий, каких-то активных в интернете грязан, а всем остальным было абсолютно поровно. Ну, в принципе, оно и, ради чего бороться-то? То, что Дума на самом деле, как говорится, не из газеты, а из прочитанного, и Павловский, Глеб, и Орешкин говорят, что нынешняя Дума опасна на самом деле для страны. Она опасна тем, что, по идее, Дума должна отражать некий срез настроения общества. Некий, как, по-моему, кто-то из них сказал, некий монитор, на котором видно какое-то движение. А вместо этого монитор нарисовали на стене, как очаг у Пап Карла, да? Ну, Бог называет это партией победивших пофигистов, если не ошибаюсь. Ну, возможно. Вот, но по Дума не представляет народ. Даже вот такой факт, что примерно 15% в той или иной степени придерживаются демократических взглядов, да? Да, ни одного представителя. Получается, что, как бы, голосовавшие по принуждению или там по указке региона, типа Кемерово-Тувы или Северного Кавказа, они дают больше представителей в Думу, там их интересы, да? Но какие интересы могут быть, скажем, у Кабардинской деревни? А интересы мегаполисов? Ну, в общем, нам с этим жить. Ну, да. Давайте, у Вас все-таки много там и выбранных, и невыбранных материалов терпеть. Ну, по выбранным материалам, ну, конечно, я уже это сказал еще раз, вот здесь, в студии, хочу выразить благодарность нашему сотруднику, потому что они и работали как журналисты, и в воскресенье, и работали здесь в пресс-центре, и работал Роман Дрякин на участке. То есть, вы понимаете, мы прекрасно сознаем, что вот мы там 10 человек или 15 вряд ли изменим ситуацию. Но меня в моей комсомольской юности зачем-то учили в следующем стихотворении, называемых Экмет, турецкого поэта, скорее всего, это перевод просто. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, кто тогда развеет тьму? Ну что, ну наш номер, все выбранные материалы с перечислением и конкретных ситуаций, и общие картины нарушений, вот, это как бы подарок тем довольным, улыбающимся господам, с большим, прямо скажем, улыбком, которые кричат на весь город своей победе. Почитайте. Я думаю, они не читают. Они и сайт читали, и то, что случилось с сайтом, это было доказательство. Из конкретных материалов я бы выделил, пожалуй, подробнейший анализ, который провела Елена Микертичева, ну и, скажем так, анализ содержимого ее почтового ящика. Но Елена не пленился и посчитала, что та макулатура, которая у нас сейчас, я скажу, почему макулатура, которая у нас сейчас называется АПМ, агитационно-печатный материал, в общей сложности, тираж того, что побывал только у нее в ящике, 5 миллионов 112 тысяч. Это огромные деньги, это огромные деньги. При этом, почему я говорю макулатуру, не потому что, да, вот это обычное пренебрежение к этим газетам агитационным, ну-ка сверни ее, выкинь быстро в урну, или дай сюда и селедку почищу. Нет, я сам когда-то занимался этим делом, и не скажу, что я аз, но какие-то азы я помню и знаю. Вот то, что сейчас прошло в большей своей степени, в значительной степени, не отвечает никаким требованиям, которые предъявляются к агитационно-печатным материалам. Да, когда мы берем, ну там же все очень просто, это должно быть очень доходчиво. Вот, в одном случае дизайнеры там строят какие-то красивые картинки, располагают тексты наискосок, так вот елочка, там требование какого-то депутата или обещание какое-нибудь, вот так далее, все это, как бы, вопреки правилам, это должно быть крупно, просто и доходчиво. Вот, ну и плюс ко всему, много очень джинсы, когда комсомольская правда вдруг неожиданно прирастает в тиражах чуть ли не на 200 тысяч, я точно не говорю, боюсь ошибиться, вот, и разносится бесплатно в каждый почтовый ящик, это комсомолка, которая, в общем-то, ставит своей целью, как бы, высасывание рекламы в основном. Вот, и при этом там, да, в центре четыре полоски, вот Вячеслав Викторович с Валерием Васильевичем обнимает Валерия Николаевича. Ни слова о выборах, ни слова о выборах, это то, что называется... Вы сами все догадаетесь. Да, это то, что называется джинсы. И плюс ко всему, достаточно число фактически хляпов, пожалуй, лучшие из которых, когда нашему представителю в Государственной Думе, товарищу Максимову Васильеву, назвали имя, фамилии его, имени, отчеством его сына. Ну, это же не так важно, действительно. Да он тоже, кстати, депутат, такая династия депутатская там. Ну, один в городу, и второй. Мальчик, девочки, не стоит обращать внимания. Конечно, в итоге, в общем-то, суммы меняем, но сумма изменится. Нет, ничего не изменится. От перемен у меня слагаемых, как я запомнил, да. Ну, я очень хочу, я надеюсь, что это состоится, что все, часть наших граждан, а мы знаем, они нас считают, вот этих граждан, задействованных в выборном процессе, вот, не рядовые члены и руководители, их с этим, наверное, все-таки еще будем судиться. Вот, они прочитают, и, ну, пусть прочитают хотя бы. Может быть, как-нибудь, как-нибудь, и, конечно, наивный человек, несмотря на годы, они осознают степень низости своих поступков. Когда, извините, на участке один, не буду называть, да, это слова. Один из победивших кандидатов говорит яблочнику Григория Гришина, так поздоровались, все знают, Саратов, все же друг другу. Знаешь, в этом году Григорий, что добиваешься, честно, почет голосов, ну, оставь-то это дело, зачем это тебе? Ну, бог с ними, вот, хотя бы вряд ли, бог не с ними. Интервью наше, интервью наше, это еще по следам Саратских страданий, Аня Мухина берет интервью у кинорежиссера, документалиста Дениса Шабаева, его фильм «Чужая работа» рассказывает о таджикском молодом человеке, молодом человеке таджике, который артист по профессии. Но так как театральное искусство не очень-то востребовано в Таджикистане, он приезжает сюда работать, там, на укладке дорог и так далее, совершает какую-то ошибку, аварию по бою. Его высылают из России, он возвращается, пытается поступать, в театральный институт, но у него нет вид на жительство, но это канва фильма. А на самом деле о проблеме иммигрантов и о том, что мы фактически их не знаем. Вот, видимо, они стоят там у строительного рынка. И все, и проехали мимо, и все. Ну, да, я еще и читала, и Анна, когда у меня спросила о том, что нужно ли действительно нам, русским, как-то вникать в это дело, и меня, вот, честно говоря, даже немножко потрясло, это интервью какое-то, оно было трогательное по-настоящему, и очень как-то деликатно эту всю проблематику раскрыло. Вы понимаете, мы сейчас, наверное, вторгаемся в другую область, да, предположим, в европейских странах, в той же Франции, да, все живут автономно, отдельно арабы, отдельно негры, отдельно коренные французы. К чему это приводит? Мы должны понимать друг друга, должны хоть как-то взаимодействовать, а этого абсолютно нет. Если ты приглашаешь его там выкопить ямой, за 500 рублей это не есть взаимодействие. Так, ну, про 5 миллионов мы говорили, вот, наш Роман Дрякин побывал на встрече семинаров малых инновационных предприятий, да, МИПы, но выяснилось, что не очень у нас хорошо с этими МИПами, на самом деле, и по показателям, в смысле, в Саратской области по показателям, мы там где-то третье, с конца, а далее происходит то, что происходит со всеми инновациями в Российской Федерации. Изобрести еще можем, даже не то, что изобрести можем, пристроить, продать, нет, увы, нет ни опыта бизнеса, и любое вторжение человека в сферу бизнеса, куда наш премьер отправляет учителей, чревато и налогами, и проверками, и крышами, и так далее. И в результате, может быть, что-то где-то изобретается, мы не знаем об этом. Дина Булгова в статье «Закон, что дышло, косое и кривое» рассказывает о попытках, судя по всему, успешных наших областных депутатов неким образом ущемить в правах многодетные семьи, которые живут в плохом жилье. Вот они сидят, депутаты наши, 40 обеспеченных дяденька и тетенька, и думают, как бы вот этой семье шести человек дать вот неположные 70 метров, а метров на 20 поменьше, дабы сэкономить бюджет. О том, что можно сэкономить бюджет за счет самих депутатов, это, конечно, мысль у них не возникает. И я полагаю, что никогда не возникнет. Также Дина Булгова рассказывает о ширящемся, набирающем обороты в Саратове, таком, скажем, движении, где-то это продолжение Ромина, кстати, создание магазинов, организации магазинов экологически чистых продуктов. Если вы сегодня шли на работу со стороны Чапаева, да, то вы видели, что появился шпинат. Есть шпинат, есть мини-сеть, скажем так, магазинов, она, по-моему, называется «Пятый урожай». Вот, да, действительно, все это популярно, люди ходят, кто из любопытства, кто принципиально, вот ест все здоровое. Тут один нюанс, у нас нет сертификатов. У нас нет сертификатов, и, соответственно, кусок свинины, купленный на рынке, да, из соответствующей оберки, тоже можно там считать, что это вот экологически чистый фермерский продукт. Может быть, он действительно хороший, но вот реальной сертификации в этом направлении продуктов у нас нет. И поэтому неким образом это все ставит под сомнение, возможно ставит под сомнение. Ну, для меня интересно. У шпината он откроется, когда я пойду, схожу. Он открылся, работает, да. Что продает, шпинат? Нет, там шпината нет, там всякие каши, мюсли, там макароны. Экологически чистые макароны. Ну, в общем-то, как мне кажется, все вот это продает нам как экзотику, потому что это не то, что продается в обычных магазинах, а у нас, наверное, продуктовая экзотика – это единственное, что мы можем себе позволить, потому что в других сферах жизни, ну, что мы автомобиль экзотический сможем себе позволить. Нет, нет, конечно, Альфа-Ромео пусть подождет. Ну, в принципе, да, надо посмотреть, конечно, чтобы это представлять. Но мне кажется, что здесь в основном это мода. Мода. Хотя, кстати, вот один из учредителей шпината, который комментировал ситуацию в нашей Дине Богу, сказал, что это вовсе не мода, это стремление. Людей, жить, употреблять только здоровую пищу и так далее. Но все это, я не знаю, уровень центов, но я боюсь, что это войдет в некий конфликт с нашим кошельком. Так, ну, выборы – это вот здесь Анна наша героически, отбыв весь день и ночь в пресс-центре, подвела, как бы, перечень, привела перечень наиболее характерных нарушений. Вот, еще до выборов наш внештатник Слава Коротина просил людей, что они думают о выборах городской думы, выяснилось, что они вообще ничего не думают, и как бы не уверены, что она нам нужна. Вот, и тут заголовок-то может быть несколько банальный, знаменитый поговорка «голосуй, не голосуй». Но ведь я вот подумал, что на самом деле это в другой стране, она невозможна, а будучи приведена, она не будет понята. Как так? Как ты голосуешь, и от этого ничего не изменится? У нас не поймут в другом мире, но, впрочем, у нас в другом мире не понимают по многим и другим вопросам. Подробнейший обзор Андрея Сергеева о культурных событиях прошлой недели, тут и студии в Чузе, и окончание Саратовских страданий, и другие события нашей не очень богатой культурной жизни. Гульмира Мангалиева, кроме, опять же, участия в освещении выборов, она подняла вопрос, там, в Иголландии, по-моему, приняли закон о том, что ты вне зависимости от твоих желаний в случае досрочной смерти, сказать, в результате трагического случая, ты становишься донором. Она подняла вопрос, что вот, как бы, народ наш категорически не хочет быть сам донором, но он допускает, чтобы кто-то туда-сюда при случае ему помог. И получить вам на долгого человека. Причем просто, ну, если что, здесь просто, я вот читал этот ответ, просто народ не в курсе, не разбирается, агитировать как-то, и все прочее, и объяснять, даже не агитировать, объяснять ситуацию, и руки не доходят. При этом, по-моему, двое или трое из запрошенных сказали, что они против потому, что знают, что в нашей стране моментально организуется черный рынок органов. Мне кажется, все равно эти опасения не беспочвены. Ну, возможно, возможно. Какие-то там мысли, пробегала какая-то информация, вот, и поэтому участвовать в этом коррумпированном деле они абсолютно не хотят. Но меня очень поразило, я как-то не обращал прежде внимания, поразило вводки те данные, которые приводят Гулимиры, что когда у нас министр здравоохранения области был Алексей Данимов, он который боролся за вот эти центры пересадки почек и так далее, число операций по пересадке почек у нас достигало 80 в год. Сейчас 20. Значит ли это что, сократилась потребность? Нет, нет таких оставаний говорить. Ну, по всей видимости, все силы брошены на урбанизм или на урбанистику куда-то, поэтому на это можно не обращать внимания. Вот, ну, с вами фоторепортажи мы прощаемся с летом. Лето ушло, лето не вернется, зима близко. Ну, как ты, по-моему, болтухи нам обещал, что еще немножко будет. Загляните на РП-5. Дожди всю неделю, у нас нет прогноза погоды, поэтому могу сказать, дожди всю неделю идти плюс 13. Ну и, в принципе, завершается номер впечатлением нашего нештатного корреспондента. Штатные не могут себе позволить отвлечься столь надолго, о поездке в Мюнхен. Я не буду подробно рассказывать. Ирина еще и застала там Октоберфест. В общем, мне тоже захотелось в Мюнхен. Нам всем хочется в Мюнхен, но вообще ведь вместе... Остаемся мы вахте. Остаемся здесь, остаемся на вахте. Будем писать и обозревать газеты. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. У нас в гостях был... В гостях, насколько применимо это выражение. В гостях, как дома, да. Да, дома у нас побывал Дмитрий Козенко, главный редактор газеты «Неделя в Саратове». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин